...которые сдвинутся. Итак, смотрим, как же получится у нас эта пушечка. Андрюша, если высоко, ты можешь взять и кассу. Спасибо. Спасибо, Андрюша. Он не сделал ни одной ошибки. Правда, ребята? Да, спасибо. И в этом у нас еще одна страничка, которая посвящена математике. Я предлагаю на доске выйти Илюше. Посмотрим, покажите свои умения, как умеете считать. Просто считать, а работать надо срок. Итак, ребята, необычное задание. Возьмись, нужно мышки пройти к лягушке. Но по кочкам. Здесь одна кочка, здесь опасная. Надо найти опасную кочку. Пожалуйста, Илюша. 20 плюс 5 равно 5. 25 минус 4, получится 2. 22 минус 20, получится 2. 2 плюс 7, получится 9. 10 плюс 6, получится 15. 15 минус 8, получится 7. Опасная кочка, вот эта. Спасибо, Илюшенька. Ты не сделал ни одной ошибки. Молодец, Унечка. Еще, ребята, одна страничка, которая посвящена математике. Пожалуйста, я предлагаю доски выйти Алене. Так, Аленочка, сядь, пожалуйста. У нас Никита. Давайте разрешим Никите. А тебе следующий, следующий страничку. Так, ребята, у вас здесь посмотрите, какая незадача у хрюшки. Ветер разбросал, а кирпичик увесь в его домик. И нужно собрать. Но собрать его нужно необычно. Посмотреть на тренетики и правильно решить их. 14 минус 13 равно 1. 14 минус 13 равно 2. 11 минус 8 равно 3. 17 минус 8 равно 9. 13 минус 6 равно 7. 12 минус 10 равно 3. Никита, поровни, поставь, пожалуйста. Кирпичики ровненько, чтобы ветер снова не разбросал домик. Кирпичики ровненько. Поставь, чтобы домик у нас крепко стоял. И крыжу не разбросал. Спасибо, Никита. Молодец. А сейчас Алене мы предлагаем страничку математическую. Алене необычное задание. Ей нужно решить примеры правильно и подняться по ступенькам, чтобы помочь мальчику и девочке напиться воды. Видите, как высоко колодец? Итак, пожалуйста, Алена. 20 минус 8 равно 12. 15 плюс 5 равно 20. 10 минус 7 равно 3. 9 плюс 9 равно 18. 15 минус 4 равно 11. 7 плюс 7 равно 14. Ребята, она не сделала ошибок? Нет. Нет, молодец, Аленушка. Итак, давайте дадим напиться водички девочке и мальчикам. Спасибо. А сейчас, ребятки, я предлагаю поработать у доски Ане. И сейчас у нас страничка у нас по природоведению. Тот, чему мы научились. Пожалуйста, Алька. И так, что же Аня тебе здесь предлагает? Овощи. Овощи. И так вот на тарелочку мы положим овощи. И сделаем салат овощной. И так вот на тарелочку. Аня, а почему ты на тарелку не положила яблоко? Пожалуйста. Потому что это фабрик. Спасибо. Молодец, спасибо. Так, ребята, я сейчас предлагаю выйти к доске Кирюше и ему следующее задание. Пожалуйста, Кирюша, открывай страничку. Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот нужно из различных геометических фигурок ему составить прямо в квадратики. Так посмотрим, как у него получится. Вот смотрите, как у него получится. Молодец, Кирюшенька, только поправь не надо, что ли? Мне очень сложно было задание, но он справился с ним. Молодец, Кирюша, садись. А вот Боря, пожалуйста, мы сейчас предпозваем задание. Ребята, посмотрите, пожалуйста, Боря, открываю страничку. Боря, в воздействии спрятаны картины, картины времена года. Давайте сначала откроем эти картины, посмотрим, что же здесь у нас есть. Итак, вы видите, ребята, здесь представлены четыре времени года. Боря, помоги нам указать, где, какое время года на рисунках. Итак, на первой картинке, ребята, что это? Зима. На второй картинке. Лето. Лето, правильно, Боря. Так, на третьей картинке, правильно, Боря, внимательно посмотри. Осенью. Боря, посмотри внимательно. Осенью у нас листочки желтые все. Вот, конечно, это осень, а это весна, когда березки. На березках появляются листочки. Спасибо, Боря. Спасибо.